Так, привет всем, с вами ваша сила Бетфлайн, Серебряная Бабочка. Ну что ж, решила поболтать. Честно говоря, болтать неохота, потому что ничего хорошего такого прямо вау и ах не происходит, но что делать. И как-то хочется выговориться, даже не знаю с чего начать, честно говоря. Первое, моя ситуация с подружкой, это отдельная тема, еще новая тема, значит, пошла. Помните, я рассказывала, когда мне поступил странный звонок с Англии, и позвонил этот англичанин насчет моей подруги, той, которой моя, как подруга, перчатка. И, ну, я думала, ладно, поболтаем один раз, и хватит. Так нет же, завязалась переписка, вот я не знаю, к чему это все приведет, потому что я так думала, ладно, буду дружить, потому что это была моя подруга, это ее бывший бойфренд, и столько всего случилось. И вот как-то так получается, мы болтаем в основном обо мне, и редко иногда про нее. Ну, это, в принципе, нормально, с другой стороны, то есть я не пойму, я не могу понять, то ли он настолько одинокий, то ли что, он меня постоянно держит на связи, и меня это так немножко напрягает, потому что я так не привыкла, вот как бы у меня какой-то кусок времени отнимают в день, там, я не знаю, мне нужно вот этот текст постоянно делать ему, вернее, он пишет, а мне приходится отвечать. Я как привыкла, я такой человек, как бы, вот мне легче созвониться сразу на месте, договориться сделать, чем вот это вот, это вот, это вот, писалки на эти дела делать. И вот он спрашивает про все буквально, что ты сегодня готовила на обед, или там, куда ты ходила, это, конечно, классно все, но, во-первых, это занимает много времени, во-вторых, у меня его нет, я только прилягу такая на кровать, думаю, вот сейчас, как говорится, в уюте, в тепле, посмотрю свой ютубик, там, кого я люблю, кого я не люблю, и что? То, в итоге, в итоге, он такой, hello, и все, считай, пиши, пропало, считай, 30 минут жизни вычеркнуто, а то и час, смотря, какую тему он обсуждает. Я такая думаю, ну ладно, буду с ним болтать, если что, слетаю в Лондон, с ним встречусь. Так он не в Лондоне, он там, не буду говорить, где, ну, я знаю, где. Я уж боюсь, а вдруг он за мной следит или смотрит, правда, он не понимает по-русски, но он может нанять какого-нибудь переводчика. Хотя, с другой стороны, он меня хотел попросить саму об одной услуге, чтобы я перевела кое-что для родственников той подруги, потому что никто из её родственников вообще не говорит ни слова по-английски. Вообще, странное дело, в наше время, мне кажется, все должны говорить по-английски, но это мне так као-ца. Ну, в общем, это одно. Он, я так поняла, одинокий человек, потому что я его спрашиваю, у тебя есть друзья? Нету. Как так? Странно вообще. Для англичанина вот это меня напрягает. И потом я ни разу не видела его лица, как бы, я видела аватарку, на аватарке непонятно, что там, как, какие-нибудь там, абсолютно картинка непонятная, но не он. И мне как бы стыдно попросить, а покажи свою рожицу лица, как-то так. Это одно, что меня немножко тревожит, в другой стороны, ну, настолько родированный, настолько умный, и в финансах-то он секёт, и в музыке-то он музыкант, и, ну, вы знаете, да, то есть он пишет музыку для, скажем, для площадок таких, как Ютуб, но даже не Ютуб, а там ещё какие-то площадки, которые я не знаю. Это одно. Плюс я говорю, ну, хорошо. А ты играешь в какой-то группе, там, ну, по уикендам, обычно англичан, те, кто с гитарами дружат, они там где-то собираются, там, тренкают-бренькают. Ну, да, ну, иногда, это, ну, странно, как-то не по-английски, ну, ладно, хорошо. Хотя пишет чисто вот такой вот, английский юмор, это оттуда. Вот я уже начинаю тоже иногда с ним юморить по-английски, и думаю, ладно, для этого я оставлю переписку. Потом, я говорю, а ты в бар ходишь, в паб? В паб он не ходит, потому что вот со всеми этими перепетиями у него началось такое, что у него, как качка у моряка, то есть он не может найти аж баланс. Вот настолько ему трудно идти, и я говорю, никто там под руки тебя, что ли, не поддержит. С другой стороны, он говорит, мне нужно выбежать, купить какие-то там маленькие вещи. И я не понимаю в этом ничего. В общем, если кто-то из медиков знает, что такое вертиго, пожалуйста, сообщите. Хотя я не знаю, я этот клип делаю чисто для клубовцев, потому что, мне кажется, это такое личное, я тут разбазариваю. Загостренность с моей подружкой, это вообще тема. Ладно, мы вроде как не миримся, не ссоримся, да, вот такое шатковалка. Она меня зовет в гости, я не иду, она меня зовет в гости, я не иду. Давай встретимся на улице, думаю, мне абсолютно не тема встречаться на улице сейчас. Становится холодно, ну что, просто так сидеть, на лавочке, ладно, летом еще куда-нибудь шло, а сейчас не то. То, что она мне рассказывает, то, что происходит в ее жизни, у меня иногда волосы дыбом стоят, и думаю, зачем я это слушаю? У меня своего этого гемора полно, а я слушаю чужой. И вот как-то так. К третьей подружке я езжу иногда, ну потому что я хочу так сделать. У нее сын, он очень увлекается парфюмами, и у него куча друзей, которые увлекаются парфюмами. И я такая, а давайте я вам буду, типа, блогер, лектор, приходить в гости. Давай. Он сразу же согласился, и как это вот так до сих пор ничего не получилось. То есть я к ней-то езжу в гости, а так, чтобы вот с ее сыном и его друзьями я так и ничего не замутила. Хотя было бы так интересно, им по 18-19 лет, и я бы там со своими парфюмами, и я такая думала, сейчас сделаю такое видео, всем удастся. Ой, блин, сейчас закончится эта камера моя, господи, что же делать? Памяти не хватает. Так вот, ничего не удается. Вот эта, которая со стороны У, она уже мне была позвонить на Хэллоуин, ну, типа, встретиться или куда-то пойти, так мы и не встретились. В общем, все как-то идет, с бухты барахта непонятно. И у меня телефон заканчивается, память не хватает.